приветствую подписчиков и гостей моего канала мне часто задают вопрос с чего же начать майнить где создать кошелек какой софт использовать какую видеокарту и процессор выбрать какие есть подводные камни и как все это настроить для начала майнинга на эти другие вопросы я сейчас постараюсь дать ответ а для тех кто уже имеет некий опыт в этом деле возможно вы сможете подчеркнуть что-то полезное но вряд ли я смогу вас чем-то удивить тема очень обширная и здесь не выразить все в двух словах так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра начну с основной части выбора комплектующих для сборки системы для добычи криптовалют нам нужны такие компоненты как материнская плата процессор с кулером оперативная память блок питания и собственно видеокарты также нам понадобятся некоторые менее важные но неотъемлемые компоненты такие как райзеры шнуры деппитания эмулятор монитора и прочие мелочи с выбором некоторых комплектующих в данный момент складывается не самая лучшая ситуация но если у вас есть желание то найдутся и возможности расскажу вкратце для сборки нам понадобится материнская плата с должным количеством пися экспресс слотов пусть это будет 4 это оптимальное количество и поиск непроблемной материнки по 4 видеокарты не составит труда что касается процессора охлаждения оперативной памяти то процессор подходит даже самый простой под ваш сокет на материнке охлаждение для него можно ставить тоже самое простое так как он не будет сильно греться оперативную память можно ставить также любую соответственно подходящую под вашу материнку и комфортный объем должен быть не менее 4 гигабайт этого вполне хватит для работы операционной системы драйверов и другого необходимого софта о котором я расскажу немного позже к выбору блока питания стоит отнестись серьезно если вы не хотите внезапно потерять всю ферму от некачественно собранных цепей питания или банального перепада напряжения линии 220 вольт целом для выбора блока питания нам понадобится два параметра это его номинальная мощность и ток по линии 12 вольт подробно описывать не буду если желание узнать больше об этих нюансах советую посмотреть специально посвященное видео на эту тему его можете найти у меня на канале или по ссылке в описании под этим видео также упомяну про видеокарты куда же без них здесь ситуация последние месяцы кардинально поменялась как хорошую так и в плохую сторону начну с хорошего те видеокарты которые раньше никто даже не думал использовать маней набрали небывалую популярность за счет роста прибыльности который обусловлен ничем иным как повышением стоимости основных криптовалют по отношению к доллару поэтому для майнинга нам подойдут практически любые видеокарты неофисного сегмента с объемом памяти о 4 гигабайт подробнее о том какую именно видеокарту выбрать среди множества вы также можете узнать из специального видео у меня на канале посвящена именно этой теме там все подробно продемонстрировано приведены расчеты производительности и окупаемости несколько слов о дополнительном оборудовании по типу райзеров шнуров до питания эмулятор монитора их количество и необходимость зависит только от вашей сборки если вы будете собирать несколько ферм то однозначно проще будет купить эмулятор и монитора для того чтобы рабочий стол прогружался в нормальном разрешении и целом чтобы фирма запускалась потому как некоторые видеокарты не хотят стартовать без подключенного монитора ну или в нашем случае эмулятора также будут необходимы райзеры для комфортного подключения трех и более видеокарт в одну систему не имеющего большого количества их 16 слотов и соответственно могут потребоваться шнуры для дополнительного питания так как в комплекте с видеокартами последнее время не найти да и на блоках питания по стандарту редко когда есть три четыре специальных 6 либо 8 пиновых коннекторов зато есть множество шнуров другого формата которым мы собственно подключаем переходники также нам несомненно потребуется накопитель информации с минимальным объемом в 32 гигабайта качестве такового может послужить как флешка так любой жесткий диск но есть пара нюансов если вы ранее не ставили операционную систему на флешку и не знаете всех подводных камней тогда ограничьте себя от них сразу берите самый простой можно и был жесткий диск формата 2 и 5 дюйма либо 3 5 дюйма теперь перейдем к софтверной части предположим вы все забрали подключили установили базовые драйвера чипсетов портов и видео адаптеров далее посоветую начать с самого простого но говорю сразу не самого прибыльного способа зарабатывать деньги на своей ферме а именно речь пойдет об известном моим как начинающим так и опытным майнерам сервисе nice hash он определенно заслуживает внимание подкупая своей простотой стабильностью в работе как именно устроена эта система и за что вы с нее получаете деньги в первую очередь вас заинтересует вариант с продажей мощности то есть вы запускаете майнер подробнее об этом расскажу немножко позже выбирайте необходимый алгоритм и жмете старт в этот момент система прогружает необходимую информацию видео память вашей видеокарты создает соединение с сервисом переадресации который в свою очередь мгновенно подбирает покупатели для вашей мощности который собственно выбирает куда именно ее направить и деньги вы получаете собственно за то что сдаете в аренду мощности своего оборудования замен система автоматически подсчитывает объем произведенных учислений вашими видеокартами и начисляет вам соответственно вознаграждение стоит заметить что начисление происходит очень часто именно в биткоинах то есть чтобы вы не майнили найс хэшем на выходе вы получаете только биткоины в этом есть и плюсы и минусы из плюсов биткоин проще вывести в реальные деньги а также вывод можно осуществлять в особо выгодные моменты когда курс биткоина становится более привлекательным из минусов следует отметить что это не самый прибыльный вариант если у вас есть десяток ферм или более используя другие способы и так называемые пулы добывая при этом определенную криптовалюту такую как эфириум декрет лайткоин любые другие тем самым вы компенсируете часть потерь денег и имейте возможность зарабатывать больше оперативно манипулируя различными криптовалютами в зависимости от их обменного курса но если у вас одна или несколько ферм и нет большого количества свободного времени для подобных манипуляций то не стоит особо переживать так как используя нас на исхаж вы обеспечиваете себя стабильной работой системы возможность автоматически переключаться на более выгодные алгоритмы тем самым автоматизируя весь процесс до нескольких нажатий клавиш вам лишь остается раз несколько дней подключаться к ферме в удаленном или обычном доступе для того чтобы убедиться что майнер не завис и система функционирует стабильно без шлюков и перегревов что даже при минимальной настройке крайне маловероятно исходя из своего опыта скажу прямо несколько ферм у меня работают именно в низхэши они приносят не основную часть своего дохода от майинга несколько других задействованы в майнинг неопределенных криптовалют и требует постоянного вмешательства что не всегда получается своевременно сделать хочу предостеречься от различных бесполезных высказываний данное видео не является рекламой ссылка под видео не содержит реферального крюча я лишь хочу донести полезную информацию пожалуйста не интерпретируйте это никак иначе теперь из теории переходим к практике заходим на сайт найсхэша регистрируемся как я показываю и теперь небольшой нюанс если вы будете майнить на кошелек созданный именно в найсхэша то здесь есть одна неприятная сторона а именно завышение комиссии в отличие других сервисов если вас это не пугает лично меня нет можете смело создавать кошелек и в программе укажите именно его на него будут поступать ваше вознаграждение в виде биткоина их количество естественно зависит от суммарных мощностей ваших видеокарт или ферм в целом теперь выбираем меню как показано на видео и загружаем сам майнер предварительно остановив работу антивирусной программы в вашем пк или жмем пропуск файла зависит конкретно от вашего антивирусника по каким причинам некоторые антивирусные программы ругаются на эти файлы мне неизвестно но известно наверняка что они не содержат вирусов ибо ради интереса я отправлял архив на проверку в несколько лабораторий при желании вы тоже можете это сделать на досуге теперь переходим ближе к делу доставите папку из архива в удобно для вас место и запускайте вот этот файл выбирайте русский язык подтверждаем свое согласие с правилами пользования и программа приступает к настройке загрузки необходимых файлов обычно при наличии хорошего интернет соединения это занимает немного времени теперь соответствующее окошко вставляем заранее скопированный номер кошелька на который будут капать наши биткоины он может быть создан как на самом найс кэше так и на любом стороннем ресурсе далее для того чтобы определиться на каком алгоритме нам с вами начинать майнить нам необходимо провести тест имеющиеся оборудование подходящего для майнинга для этого жмем кнопку бенчмарк справа и выбираем нужное оборудование для теста в моем случае как вы можете видеть это мой тестовый стенд многострадальный 4x460 над которой я все время ставлю эксперты результаты которых вы можете наблюдать в моих отдельных видео на канале теперь после того как выбрали нужное оборудование переходим к выбору доступных алгоритмов для разных видеокарт или процессоров доступны различные варианты в моем случае список выглядит именно так можете выбрать все сразу алгоритмы и нажать на соответствующую кнопку для старта либо если он не пройдет успешно такое тоже иногда бывает советую каждый алгоритм протестировать отдельно по времени на все тесты уходит обычно около получаса это дает возможность оценить среднюю скорость майнинги различных криптовалют и дает возможность выбрать оптимальный вариант спустя некоторое время вместо пустых строчек вы можете увидеть определенные значения в мегахешах и килохешах далее путем подсчета или методом тыка можете определять самый прибыльный для вас вариант выбирайте один самый подходящий закрываете окошко нажатием на кнопку сохранить а теперь дело за малым жмете старт наблюдайте за процессом майнинга параллельно можно открыть дополнительный софт для мониторинга основных показателей системы какой именно решать вам а также вы можете изменить отображение валюты нажатием на соответствующую кнопку меню настроек выберите привычную для вас валюту это помогает более точно видеть примерную прибыль на выбранном алгоритме теперь немного выплатах выплаты на кошелек происходит не сразу раз в сутки расстрою суток или раз в неделю насчет качества выплат на искаш радует стабильностью и никаких задержек в этом плане практически никогда не наблюдается насчет обналичивания денежных средств то на эту тему я сделаю отдельное видео там есть о чем рассказать надеюсь я не упустил ни одной значимой детали все достаточно понятно и просто изъяснил но если у вас остались вопросы с удовольствием на них отвечу задавайте нашей группе ссылка есть в описании под видео а также не забудьте нажать на кнопку подписаться чтобы не пропустить другие полезные видео на тему майнинга компьютеров и другие темы спасибо за просмотр если не сложно поставьте лайк за мои труды чтобы у меня был стимул создавать для вас еще более информативные интересные видео всем пока